Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению, я Екатерина Пазикова. В этом выпуске я вам расскажу про новинку фонда Дворца книги «Волшебное утро» Лоры Вандеркам. Лора Вандеркам – журналист-фрилансер, автор четырех бестселлеров по саморазвитию, специализируется на темах личной эффективности и тайм-менеджменту. Воспитывает троих детей и при этом регулярно пишет статьи в популярные американские издания, выступает на телевидении и радио. В книге «Волшебное утро» автор проанализировал распорядок дня множества успешных людей, подробно рассказал, как привычки могут помочь добиться успеха. Книга позволит не только по-новому взглянуть на утренную ржутину, но и покажет, как можно получить максимальный запас энергии и пользу утром на работе в выходные дни. Во многих домах утро – это безумное время, как и в моем. Чтобы не опоздать в школу, дети должны быть накормлены, одеты в усаженную машину к 8.45. А это значит, что я встаю, когда еще нет 7 утра, и с этого момента пребываю в постоянной суете, непределенно поглядывая на часы. Стремясь заранее предупредить катастрофы, которые могут произойти в последнюю секунду перед выходом из дома, я заранее выставляю перед дверью всю одежду и обувь. Но нет, у кого-то из детей всегда находится повод восстать против проявлений домашней тирании, например, в виде необходимости надеть носки. И в последний момент мы вынуждены заниматься срочным решением проблем. Разведя детей по двум разным школам, к 9.15 я уже оказываюсь дома за своим рабочим столом. Но вместо того, чтобы приступить к работе, мне хочется просто какое-то время победили через сети за чашкой кофе. Понаблюдав за тем, как люди используют свое время, я знаю, что нет ничего необычного желания прослабляться пару-тройку часов перед тем, как взяться за дело. Журналы пестрят историями о том, как победить утренний хаос. Но в итоге вы проводите от 3 до 4 часов в день в бессмысленных занятиях и попытках загнать капризного ребенка в машину грозным рыком. Сейчас же, иначе уедем без тебя, вместо того, чтобы посвятить их своим главным делам. Речь идет о делах действительно значимых. Развитие карьеры, забота о близких, помимо самых элементарных вещей и саморазвития. Под саморазвитием я имею в виду физкультуру, хобби, медитацию, религиозные практики и тому подобные вещи. У многих людей именно утреннее безумие порождает ощущение, что времени не хватает ни на что. Времени достаточно, просто оно в основном уходит на малопродуктивную суету, шум, гам и террорам, которым обычно сопровождается выход из дома. Но утро не обязательно должно быть таким. Внимательно изучив начало своего собственного дня, даже в сумасшедшие будни я вижу, как можно их усилюшенцовать. Утро может стать очень полезным временем, впрочем, радостью. Временем, которое можно посвятить развитию навыков и созданию привычек, направленных на самосовершенствование. Понятно, что способность научиться проводить утро с пользой в нашем безумном мире может выглядеть чем-то на грани подвига. Но к тому моменту, когда все остальные только приступают к завтраку, самые успешные люди уже успевают заработать победные очки в своем движении к жизни, в которой они хотят жить. По крайней мере, таков мой вывод после изучения записей и рассказов о высокорезультативных людей. Джо Ситринд, руководитель практики по подбору членов Совета директоров и высших руководителей хедхантинговой фирмы Спенсер Стюарт, тоже частенько начинает свои занятия в 6 утра. Он использует это время для обдумывания своих приоритетных задач на предстоящий день. Как-то раз, несколько лет назад, он писал статью для Yahoo Finance и решил поинтересоваться утренним распорядком руководителей, которых он особо уважает. На его просьбу откликнулись 18 человек из 20 адресатов. И оказалось, что самое позднее время подъема для них было 6 утра. Так, из заметок, которым поделился со мной Ситрин, следовало, что бывший председатель Совета директоров и генеральный директор Пепси-Кола Стив Раймунд вставал в 5 утра и направлялся на беговую дорожку для 4-мильной пробежки. После этого он проводил некоторое время в покое, молился, читал и присматривал загоровки новостей, прежде чем позавтракать со своими детьми, тогда еще подростками. Сейчас Раймунд занимает пост декана школы бизнеса университета Wake Forest. И когда я поинтересовалась его нынешним распорядком, он ответил, что пробегает в утрам эти же 4 миля практически ежедневно уже пару десятков лет. Бывает ли нарушение порядка? По его словам, в воскресенье он начинает чуть позже, а по череде рогам он устраивает утро с деканом, трехмильную пробежку с твоими студентами, которые стартуют в 6.30 утра. Каким бы ни был сам ритуал, есть причины, по которой эти люди придерживаются определенного утреннего распорядка. Они хотят обдумать некие важные приоритеты или заняться чем-то, чем хотят заниматься. И именно внутренние часы, время, которое можно использовать на свое усмотрение. В мире руководства глобальными организациями, где возможны мгновенные коммуникации, время нередко улетучивается за счет вторжения приоритетов других, в том числе приоритетов горячо любимых вами людей, с которыми вы живете. Разговаривая с людьми по этому поводу, по поводу их утренних часов, я часто слышала фразу «это время, которое я могу полностью потратить на себя». Как сказал Раймонд, я очень жду каждое свое утро, я очень ценю это время, мое именно личное время. Топ-менеджер вряд ли может позволить себе расслабиться на часочек в дайнере Лоус Луис в 2 часа по полудни, а вот в 5 для него это вполне возможно. У меня нет возможности спокойно писать посты для своего журнала или заниматься с гантелями в 8-15 утра, поскольку надо собирать детей в школу, но я вполне могу заняться этим в 6-15. Взять под контроль свое утро – эквивалент разумного совета из финансовой области про то, что сначала нужно рассчитаться самим собой, а уже потом оплачивать счета. Если вы собираетесь посмотреть, что вам удастся оставить для себя только в конце месяца, скорее всего, к этому моменту у вас уже не будет ничего. Аналогично, если вы ждете конца дня, чтобы заняться чем-то важным, но не срочно, физкультурой, молитвой, чтением, обдуниванием путей развития вверенной вам организации, собственной карьеры или семейного досуга, то, скорее всего, у вас этого ничего не выйдет. Если это стоящее дело, надо выполнять его в первую очередь. Если делить людей на сов и жаворонок, вроде Раймонда, который говорит, что даже будучи студентом, был на моглах уже в 5 утра, то я бы, скорее всего, отнесла себя к совам. В колледже я брала подработки, вечернюю смену, например, работая официанткой в кафе до часу ночи и после этого еще занималась учебой. Даже после колледжа, устроившись на нормальную работу в газету USA Today, которая требовала от меня вставать в одно и то же время, чтобы успеть на нужную электричку в город, я старалась отложить все творческие дела на вечер. Я так привыкла, до сих пор время от времени работаю именно в этом режиме. Кстати, а вот какие отзывы оставляют читатели? Замечательная книга, перевернувшая мое понимание о времени. Раньше я ничего не успевала, а теперь я учусь осознанно планировать свое время. Таблица для 168 часов просто находка. Теперь Лора одна из моих любимых авторов. Очень рекомендую 168 часов, обязательно прочту ее другие книги. Достаточно познавательная и полезная книга. Если вы искали что-то, что могло бы дать толчок вставать по утрам раньше, очень мотивирует, читая историю успешных людей, совета автора. Возникает желание применить данные советы на практике. Подробно описано, что и как следует начать делать. Есть примеры, чтобы вы не думали, как это сложно. Все легко, читается и остается в голове надолго. Книга замечательная. Утро для меня всегда было особенным временем. У меня есть свои маленькие ритуалы, без которых новый день начать не могу. Однако не скажу, что эти ритуалы полезны или как-то помогают мне развиваться. Книга Лора Вандеркам помогает выстроить эффективное утро, используя время для достижения своих целей. Мне понравилось. Своё утро я уже перестроила. И это очень круто. Забавно, но большая часть этих ценных руководящих указаний про то, чем заняты самые успешные люди с самого утра, писалось в кафе поздними вечерами. Однако в тот период моей жизни с маленькими детьми на руках и с работой, которые редко укладываются в рамки обычного рабочего дня, для этого требовались самые разнообразные организационные ухищрения. Надо было договариваться с нянями о дополнительном времени, а кроме того отвечать перед младшими членами семьи, которые обоснованно полагали, что после школы и выполненных уроков они могут рассчитывать на семейный досуг. Таким образом, вечернее время не подходило для работы, которая требует сосредоточения. А уж про занятия спортом или какие-то другие подобные дела и речи быть не могло. Я стала подумать о пользе, которую можно получить, постаравшись не откладывать начало дня в долгий ящик. В неделе 168 часов, но не все они одинаково хорошо подходят для тех или иных дел. Я убедилась в этом, когда стала контролировать свое время работой над книгой об организации времени 168 часов. Я завела журнал учета, куда она заносила время, потраченное на любое свое занятие, если только не забывала это делать. Я обратила внимание на некоторые закономерности. Так, утром в обычное рабочее время у меня, как правило, был всплеск производительности, когда я могла неотрывно заниматься чем-то одним по полтора часа или более. С течением времени сбить меня с толку становилось легче. Мне не просто хотелось переключиться на личную почту или полазить по интернету, но я уже переставала активно реагировать на вещи, которые скапливались у меня на рабочем столе. То же самое я увидела в отчетах о времени, который по моей просьбе вели другие люди. По ходу дня интервал времени, уделяем каждому делу, становилось все меньше и меньше. Что касается спорта, то да, я видела, что некоторым удается заняться им после работы, но обычно это молодежь, не обремененная семейными узами. Тем из нас, кто работает на дому, порой удается втиснуть время на спорт и в свой трудовой день, поскольку отсутствие коллег в непосредственной близости означает, что душ после занятия принимать необязательно или вообще необязательно. Но для тех, кто работает в обычном режиме, это имеет существенное значение, равно как нежелание засветиться выходящим из офиса в разгар рабочего дня со спортивной сумкой. С приближением сроков сдачи заданий в рабочее время начинает затягиваться до позднего вечера и уже не до спорта. И люди, которые серьезно относятся к своей физической форме, занимаются ее поддержанием по утрам. И в это время непредвиденных ситуаций еще далеко. И душ после тренировки совпадает с обычным утренним. Как сказал мне как-то тренер патриотлона Гордон Бирн, всегда найдется причина, чтобы сочкальнуть тренировку, назначенную на 4 часа дня. И эта причина всегда будет очень уважительной. И так, с чисто организационной точки зрения, кажется, что утро – оптимальное время для сосредоточенной работы или спортивных занятий. Но немного перестроив свой обычный распорядок и отодвинув большинство телефонных разговоров на послеобеденное время, я стала задуматься, что есть ли какие-то другие аргументы в пользу того, что утро – самое лучшее время для работы. И оказалось, что существует. Новый интерес к стародавнему понятию «сила воли» породил шквал исследований в этой области. Кроме прочего, они выявили, что задачами, требующими самодисциплину, лучше заниматься по утрам. Профессор психологии из Университета штата Флорида Рой Баумайстер по итогам своего эксперимента пришел к выводу о том, что сила воли походит на мускул, который подвержен усталости в случае интенсивного использования. И это проблема. Мы продолжаем мыслить в категориях работы дом, хотя на самом деле, как сказал он, у нас единственный источник энергии для всех случаев, когда нам требуется прибегнуть к самоконтролю. И это не только сопротивление самблазнам, но и контроль над мыслями, управление эмоциями, контроль над всеми формами увлечений и старательность при выполнении рабочих и иных задач. Еще более удивительно, что этот же ресурс используется и для принятия решений. Поэтому в процессе выбора мы расходуем часть того, что нам необходимо для самоконтроля. А еще он нужен в логическом мышлении и при серьезных раздумьях. К утру, после нормального ночного сна, ресурс силы воли восстанавливается. Мы становимся оптимистичны. Результаты одного из анализов твитов показали, что люди больше склонны использовать слово «классно» и «супер» между шестью и девяти утра, чем другие любые отрезки дня. В утренние часы у нас достаточно силы воли, чтобы заниматься вещами, которые требуют внутренней мотивации и не подразумевают немедленной отдачи или поощрения от внешнего мира. Мы поговорим о них чуть подробнее. Чуть позже. Этот важный аргумент в пользу того, чтобы заняться приоритетными вопросами в первую очередь. Между тем, в метафоре с мускулом есть еще кое-что. Мускулы можно укрепить, затратив на это определенное время. Бодибилдер упорно работает, чтобы развить огромные бицепсы, но в дальнейшем он может просто поддерживать их в таком состоянии, сохраняя нахаченный вид. Это может показаться парадоксальным, но людям с доказанным высоким уровнем самоконтроля он практически не требуется для их обычных занятий. Например, таких, как выполнение домашних заданий или приход на работу вовремя. Это издание подойдет тем, кто бесконечно каждое утро переводит будильник на 5 минут. Кто действительно хочет делать больше и лучше. Кто ищет баланс между работой и личной жизнью. Книга долгое время являлась бестселлером по управлению личной эффективностью в Америке. Около 200 отзывов на Амазон говорят о том, что методика в этой книге действительно полезна. Похудеть, накачать пресс, выучить иностранный язык, написать книгу. Все это можно сделать, просто взяв под контроль свое утро. Автор предлагает простую систему борьбы с утренним безумием. Рассказывает, как первый час после пробуждения может изменить вашу жизнь. А как это сделать, вы узнаете, только прочитав эту книгу, которая находится в читальном зале нашей библиотеки. А вы читали Лору Вандеркамп? Делитесь в комментариях. Лору Вандеркамп?